итак здравствуйте дорогие интернет зрители с вами снова скудер не прошло как говорится и полгода и вот снова я ну опять же в начале видео как обычно уже у нас принято прошу сразу прощения за качество качество видеозвука и прочего еще хуже наверное чем было это в прошлый раз ну потому что я не видеоблокер вот вынуждена пишу вот так сейчас на самом деле час ночи уже вот я стою на мостике точнее на крыле мостика потому что в принципе больше нигде нету возможности записать нормальное видео постоянно кто-то ходит постоянно кто-то рожу в камеру тычет постоянно хочет ух ты блин чуть ноутбук не унесло кошмарики ветер дует как я писал кто блок группу заходит видел сейчас мы в кусане в общем были в трех портах до этого с корсакова мы пошли в так там пошли на южные курилы южно курильск да там простояли несколько дней потом пошли в пластун по пути у нас короче рулевка навернулась кое-как договыляли до пластуна в общем пластуне решили идти в кусан южную корею кто не знает вот и стали здесь в ремонт правда ремонт странный неизвестно было долго сколько мы здесь просто им в итоге просто им скорее всего 5 дней сейчас мы три стоим еще вроде как два дня здесь вот ну и соответственно у меня все таки есть доступ к интернету после рабочего дня после 5 часов в километре вот вот примерно в ту сторону надо телепать на выход с завода и там благость большая там есть интернет вот я вот сегодня это в час ночи записываю завтра пойду все это после рабочего дня загружать здесь все получится так ладно хватит о работе давайте непосредственно о нашем с вами наших опциях наших баранов ну что же новости не утешительные не получится у меня даже записывать прохождение сеги в общем ни с чего не получится мой ноутбук не предназначен для этого он предназначен как я уже говорил строго вот для отображения рабочего стола и все и все что находится типа ярлыков на большее он не способен в общем для программы об с которой я пишу видосы для нее требуется об директ x 11 вот а у меня вот это вот машинка она только десятки держит вот и убеска она то бишь окна отказывается работать с десятой директивой поэтому в общем на прохождение крест поставлен ну естественно до моего возвращения вот благо удалось надеюсь удастся вот сейчас никто опять не придет ничего не случится никаких форс-мажоров и я запишу наконец-таки этот чертов бложек вот и удастся его завтра загрузить ну а так что могу сказать единственное вот эмулятор включаю первые сонки прохожу сейчас лицензия а интернешнл первые гран туризма на золото надо сказать добился неких успехов благо тут время в принципе есть позволяет пять штук уже сдал осталось 3 trial mountain и две темных трассы ночных это r11 и r5 вот блин да мне страшно рожа кошмар а кстати вот оцените я видно вот я все таки как гонщик да я аэродинамику улучшил свою теперь у меня сопротивление воздуха гораздо меньше может поэтому и получается лицензии на золото так сдавать этого не получалось дома вот ладно чтобы вас не шокировать прикрою высинку да я на тем более вернет здесь хоть и пусан хоть и южная корея но сегодня холодно и вчера было холодно а позавчера лил дождь просто проливной был ливень и лил он два дня правда было тепло было плюс 18 сейчас вот на данный момент где-то наверно градусов 5-6 не больше еще и с ветром вот так что тут раз на раз не приходится бывают не теплые бывают холодные мы до того как стать ремонтом три дня с пик ремонте мы на рейде стояли неделю почти и похода она была в принципе достаточно теплая вот а потом заштормила потом мы встали к причалу и вот пошел сильный дождь три дня лил вот у вас там говорят у вас и опять же приморцем обращаюсь привет треш паровоз привет базилио всем приморцем привет вот так что это такие вот дела еще еще хотел сказать а день валентина значит был да сегодня у нас 16 ну загружу я видос 17 уже будет пароход просто весь в хлам просто у нас экипаж всего 10 человек в общем трезвый был один я так что ну кто-то сказать ну чё ты блин как мужик а не напился тоже а кто-то наоборот может скажет что типа молодец кубер да за рулем не бьешь вот так что это я знаете себя почувствовал как фильме про зомби короче пусть кругом одни зомби вот реально ходят мы чат чудо где взять выпечу кого вообще шастают ползаю что-то учат под нос бурчат страшно было да страшно я тут покрывался от всех потому что все норовили мне в глотку залить это пойло но не поддался я вот такой вот ваш покорный слуга ну сейчас потихоньку отходят сейчас где-то пол экипажа уже в принципе более или менее ничего так понятно по крайней мере могут что-то сказать даже понятно вот ну а половина еще так еще ползает вот так что еще еще наверное знаете что вот этот блок вот этот второй наверное он будет печально конечно но потому что ты обрадуется 2 и последний потому что не знаю когда мы и вообще придем ли мы еще в корею но в тех портах которых мы были вот которые перечислил это корсаков южнокурильск и пластун там никаким интернетом никаким вайфаем даже вообще даже не пахнет там люди возможно даже не знают что такое интернет я подозреваю поэтому очень сложно с этим единственное вот чем я занимаюсь более или менее по своей профессии так скажем это вот гран туризма катаю прохожу лицензии ну дабы не растерять свой класс вот такие дела давайте я вам еще покажу видосик один вот там массажирские пароходы стоят на ремонте более видно плохо но сейчас там дальше вот тоже завод это все вот там еще один он пассажир стоит плохо видно но там что-то что-то уже на город похоже ну скорее не город деревня денег нету у нас нам суточные не выдают по идее морякам должны в загранпортах выдавать валюту суточные но нам ни хрена не дают потому что мы не знаю вы наверное не совсем моряки или контора такая которая кстати так себе я думал что будет лучше пароход только с ремонта вот они в декабре вышли здесь же стояли в корее два с полном месяца вот еще вот стоим у причала и думаем не утонет ли наш пароходик того и гляди у нас рулят валится пиро руля подводная часть с помощью которой пароход поворачивает держится на честном слове вот и никто его и ремонтировать не хочет самое интересное что выйдем с ремонта пером руля так никто и заниматься не будет так что так что скрестите за меня пальчики чтобы я вернулся целый невредимый вот где-то май я думаю что списываться отсюда буду где-то середины мая до начала июня вот так сейчас весной начнем заходы во владивосток делать но не часто и я попытаюсь подгадать так чтобы ну если в мае будет заход во владик то спешусь в мае если мае допустим не будет в середине в конце будет где-то в июне в начале то значит в июне любом случае 15 июня я заканчиваются документы прошу прощения холодновато наглотался холодного воздуха вот эти все чихи кашли тоже будут записаны я вам говорю что я не имею возможности ничего здесь редактировать вот так вот о чем я я заканчивается медкомиссия и заканчивается там еще пару документов морских поэтому 15 июня меня в любом случае с другом я бы не находился но думаю что все таки это произойдет раньше в общем осталось не так много три с половиной месяца как там в простоквашенном мультике трое с простоквашенном сколько говорит там а нет мама отдыхала там скоро вернемся одно платье осталось так и у меня одно платье осталось доносить и вернусь ну что же ребята давайте на этом заканчивать я подзатянул по-моему сколько там длится тоже я сейчас ноутбук не подцеплен питанию не дай бог чего-нибудь час разрядиться или еще что-то перезаписывать ой как не хочется стоять здесь в общем всем удачно отпраздновать все праздники сейчас шквалом пойдут 23 февраля всех там с днем защитникам защитников отечества держите там оборону потом с международным женским днем всех там всех женщин девочек бабушек а потом что у нас там будет а а в апреле вроде ничего не будет ума и там конечно 1 мая 9 мая вот 9 мая туда праздник я понимаю день победы ну не круглая дата 71 год будет всего вот но все равно круто я вообще считаю что самый главный праздник это 9 мая новый год ну еще нюхо и то до 30 можно отмечать а после уже так можно крестик ставить и все вот так что я уже нюху свою не отмечаю вот ну это так на всякий случай потому что я говорю вряд ли больше мы с вами увидимся до того как я вернусь в свои родные края поэтому вот заранее так скажем поздравляю всех с вышеперечисленными праздниками все подписывайтесь на канал не уходите те кто со мной до этого был все будет продолжаться все будет четко там друг мой базилио обещал так присматривать за группой вконтакте может что-то чиркать будет может я ему буду звонить уж телефонная связь то где-то будет вот что-то буду через него передавать он будет может быть в группе что-то писать от меня что-то передавать поэтому подписывайтесь на группу вконтакте подписывайтесь на канал комментируйте можете даже лайки ставить вот так что ну сейчас можно сказать немножко законсервирован канал но все равно я вот по мере возможности продолжаю заниматься и так что ждите все будет вот планы есть мы с базилио тоже общались есть задумки есть планы нету денег вот собственно на заработок денег я и отправился благо думаю ну за эти четыре месяца тысяч пять я шесть заработаю рублей имею ввиду и куплю себе хороший цвет там глядишь и на новый уровень выйдем вот а базилио кстати это вот тот группу с которым мы последний телевизор если кто не знает так что прошу любить и жаловать вот ну все ладно ребята всем счастливо всем пока всех люблю целую там крепко крепко обнимаю так по мужицки вот ну и вы держитесь держитесь я скоро в общем приду скоро все всем пока с вами был как всегда скудер немножко замерзший но довольный что удалось вот так с вами пообщаться все ладно всем пока пока увидимся в следующих сериях в следующих